Бытует мнение, что тополь очищает воздух гораздо лучше, поглощает углекислый газ и выделяет кислород куда в большем объеме, чем любые другие деревья. Но в то же время его пух вредит здоровью людей. По статистике медиков сейчас мучается от аллергии до 30% жителей полуострова. У меня у мужа на него аллергия, никуда не выйти, вообще просто это кошмар какой-то. Чихает, кашляет весь дом в этих салфетках, это ужас просто. Надо такие деревья из городских парков убирать. Это уже давно известно, и давно во всех странах тополя не высаживают. По-моему, это пережитки в Советской Союзе. Тополиный пух мешает, влизит в глаза, вызывает всякие неприятные ощущения. Денис Дудко рассказывает, уже не первый год страдает от аллергии. Его заветная мечта – убрать все тополя. Не понимаю, почему именно тополя высадили. Можно было какие-то другие деревья высадить, дабы наш город был зеленый и было много кислорода. Неприятная вещь – тополиный пух. Специалисты утверждают, что сам тополиный пух не может вызвать аллергию. В воздухе с пухом переносится пыльца различных растений. Именно она и виновница аллергической реакции. Во время распространения полета пуха тополиного на эти пушинки крепится пыльца различных растений. Как правило, я, конечно, не могу сказать, как это происходит в этом году, потому что все спуталось. Но, как правило, в период полета тополиного пуха цветут растения злаковые. То есть злаковые сорные растения. И вот у людей, у которых поленос именно на пыльцу этих растений, которая сама по себе является очень меленькой, и вот как раз пыльца вызывает аллергию. Основные симптомы – заложенность носа, прозрачные водянистые выделения из него, а также зуд в глазах. А чтобы не пострадать от сезона аллергии, врачи рекомендуют в период цветения как можно чаще принимать душ, а также проветривать помещение. В этот период рекомендуется людям, которые знают, как правило, страдающие они знают, не посещать места, где цветет тополь. У нас в Крыму, в отличие от средней полосы, не везде распространен тополь настолько сильно. Поэтому можно избегать этих мест. Кроме того, нужно надевать темные очки. И людям, которые страдают заболеваниями, снижающими зрение, предпочесть именно в этот период очки, предпочесть линзам. Сколько еще продержится летний снегопад, будет зависеть от погодных условий. Дарья Костенко, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова